Самое главное теперь нам понять, как это упражнение мы делаем. И вы сможете провести с собой. Поэтому я сохранила все. Этот материал у нас используется в летние курсы на три недели в МАИР. У нас Cancer Registry Course. И там это используется у нас. И поэтому я не хотела сохранить все материалы для вас, чтобы вы поняли, если вам именно надо непрямой метод, вы можете делать задание B, потом дома. Только у нас, потому что краткое время мы будем только понять, как использовать эти задания, упражнения, что если вы хотите, вы определите со своими коллегами, если вы будете делать. Это очень просто, если вы поймете. Так, нам надо открыть, у вас есть задание, мы будем делать задание A. И где вы получили документы A, мы будем делать задание A. И у вас есть Excel, что мы говорили, вы получили на именах и распечатанный документ, что я показываю. Если мы имели время, то вычислят сами, чтобы вы помнили, я писала это, но я буду объяснить эту концепцию. И вы можете это самостоятельно делать. Потом, когда у вас есть лекции, вы можете читать лекцию опять. И тот топик, который вам интересен, он нужен вашей профессии. Не понимаете, что вы должны знать. Вы должны понять, какие показатели имеются, и какие показатели нужны, используя в каких случаях, и вы войдите в то упражнение, и будете это делать. Пока что я делаю, это показывать ваш уже ответ, и я стараюсь вам пока уже ответить, и вы можете это делать. Постарайтесь даже, используя формулу Excel. Хотя бы даже одно. Потому что задание из вашего Excel будет подойти. Почитайте задание и делайте. Скажите, а если цифра подошла, если цифра подошла, сколько вы смогли сделать? Это самое главное. Даже если вы смогли сделать один, используя Excel-формулу, это значит, вы сможете это даже использовать, если вам это интересно. Потому что если вы не используете каждый день, лекции понятны. Лекции хватит, чтобы понять, почему вы это используете. И если вам это надо вычислять, вы будете даже это делать. Теперь мы будем это давать, это тоже ответы вам тоже. Я поговорю с Юрией, чтобы, или Ариана, мы будем это делать. Все ответы, все будут там включены, когда с лекциями и с вашими презентациями. Если вы будете, когда вы будете иметь эти ответы. Да? Всем слышно? Если вы, когда у вас будет это, вы имеете этот Excel-шит, вы будете сделать так. Нажмите здесь, и вы видите формулу. У нас было это серое, да? Мы нажмем здесь, и здесь вы видите формулу. И мы понимаем, что, чтобы вычислять по возрастным показателям, мы делим число случаев на человек-год этого возрастного группы. И умножаем на человек-год, потому что мы всегда... Очень понятно? Если вы смогли сделать даже одну концепцию, все это там. Постарайтесь сделать... У вас шит B в Excel, если вы откроете, у вас много там заданий. Тогда там все-все мы учили сегодня. Даже корректировка... Шит B. По-русски это как? Лист B Excel. Откройте там. Одно пояснение человека-года – это население по возрастных группах. Это не было ясно для человека-года. Человек-года – это человек-лет. Что я говорю? Это население. Население. Это и возрастное. Если вы откроете шит, лист B тоже у нас. И если вы будете... У нас здесь три упражнения. И здесь вы выйдете... Я не могу видеть, но я посижу. И если вы это видите, у вас Египт, у вас Уганда, у вас Зимбабве. И здесь вы сможете точно практиковать. И у вас... Где задание у вас? Задание B. Вы имеете задание B в этом документе. Тоже вы будете иметь электронно. И Excel. Три материала для этой практики. Для этой практики. Когда вы будете читать... Инструкция очень понятна, внятна. Если вы только узнаете сегодня, даже сделаете одну, вы можете делать то, что вам интересно. И оно нужно в вашей работе. И вы даже можете проверить Египт, Уганду и другие с корректировкой. Потому что у них возрастные... Те, кто мы не знаем возрастов, другие, в других странах. И вы сможете... И лист B намного труднее, да? Потому что у нас... Тоже мы уже делаем непрямой метод. И вы сможете это использовать только используя Excel-формул. Если вы знаете используя Excel-формулу, вы сможете это делать. Теперь вернемся. Так. Чтобы сделать наше задание, мы сделали сначала... Это... Вычислили по возрастные показатели. Мы поняли, как это делать, да? И потом... У нас это автоматически здесь появляется, если вы узнали. И здесь вам надо вычислять. Это одно и то же концепция, только это практика от простоты до сложности. И автоматически это ваша сумма будет... Это очень легкое задание делать по самому, если только поняли концепцию. И когда у вас будет лекция, только вы... Я не говорю, что будете читать всю лекцию, но только откройте формулу, когда вы помните, что такое прямой-непрямой метод, и использовать это будет очень понятно. И чтобы использовать... Чтобы сделать стандартизованный метод, ну так, грубо показалось, очень легко, да? Все сделали. Мы делим это на это. Еще раз. А, вы туда. Грубый показатель формулы у нас. Короче, суммы это делим на это. Или формула это у нас это. Спросите ваших коллег, кто каждый день... Я тоже забыла используя формулу Excel, и для вас я училась опять, потому что я это делаю уже не в Excel. И вверху мы это показываем. Это же тот же самый концепт, только это Excel-формат. По нашему понятию, общее число делим на человека года, умножаем на 100 тысяч, и получилось здесь. Стандартизованный метод, как мы сделали. Для этого нам надо было повозрастные показатели, поэтому вычисляли. Нам это известно. Это стандартное население мира, world, и потом мы вычисляем, делим это на это. Получился... А сможете смотреть формулу здесь? Если поймите, вы смотрите здесь. Суммы. Смотрели, да? Покажите еще раз. Смотрите, да? Нам надо... Нам эту сумму... Делим на это. И это получилось. А вы видите формулы здесь? Сумма. F. Делим на сумму. О, короче, это делим на это. А вручную вы можете это делать сразу, но в Excel, чтобы было очень корректно, ваши ответы были корректны, вы должны использовать формулу, тогда это легче вам. Тогда вы тоже будете использовать вручную Excel формулу. Excel – это очень хороший формат, если у вас нету больших там софт. Это очень просто. Даже ваши дети, может, знают это больше, чем вы, потому что они используют, может быть, на математике. Это очень просто узнать. Мы правильно делаем, Надя? Мы делаем правильно? Мы делаем, да. Так, кто-кто не... Надя говорит, если кто-кто не помнит формулу Excel, я покажу. Так, я показываю. Вы получили сначала это, да? Я показываю двоим людям это. Теперь, если вы не помните, я буду показывать здесь. Ну, например, здесь. Видите, да? Как использовать формулу? Это очень просто. Вы нажмете здесь, будете писать знак равное. Мы понятие, что такое у нас по возрастной показатель. Мы потом будем сделать... Нажмем. Мы делим число случаев на человека года, да? Мы делим это на это. Например, здесь. Повторяю. Мы сделали знак равный, да? Нажмем на возрастной... На число случаев от 55 до 9. Нажмем. Это автоматически будет B70. И мы делим это. Делим этот знак. Потом нажмем здесь. То есть мы делим на человека года. И потом мы никогда не должны забыть умножать на 100 тысяч. Мы будем делать интер. В компьютере вы говорите интер, да? Да. Интер. Во. Во. Ответ. Вот. Вот. Хорошо, да? Давайте пасы посчитали. Подожди. Вы не устали? Нет. Я не устала тоже. Ну, давай. Ладно. Повторяем? Здесь, значит. То же самое или другой? То же самое. Ну, да, понятно. Ну, начали. Для того, чтобы вычислять повозрастные показатели, мы нажимаем на ту серую клетку, которую мы хотим от света. И что такое повозрастной показатель? Число случаев делим на человека года. Это наше понятие, да? Число делим на человека года или человека лет. И поэтому, когда мы нажимали здесь, мы пишем равно, потому это говорит Excel, что это уже функция работает. Равно. Excel понимает, что эта функция пройдет. И мы что будем делать? Мы можем писать нашими руками клетку, где B70. Мы можем. Но намного легче это только нажмите, это автоматически придет. Это говорит положение этого числа. B70, да? Вы поняли, да? И потом мы делим на другое число, на человека года. Умножаем на 100 тысяч и интер. Понятно, да? Помогите друг другу, если вы хотите. У вас есть еще время сегодня, позе ужина. И у вас, когда есть компьютер. Если вы поняли, как нормальные функции форма Excel, Майер использует этот очень простой метод. Объяснить и делать вручную, чем вы будете вычислять руками. Если вы будете делать это калькулятором, это не будет никогда точным. Потому что наш калькулятор никогда… Мы всегда округляем, да? Мы никогда не носим все. Но у нас Excel, как компьютер, это делает точно. Поэтому не бойтесь, если вы поняли концепцию, но не использовали Excel, но сделали вручную эти задания, у вас немного будет немного другое с вашим ответом. Тогда не бойтесь, не унимайте, это другое. Вы поняли концепцию и только используете Excel-формулу. Понятно, да? Итак, мы вычисляли повозрастные показатели. Для того, чтобы вычислять стандарт… Мы уже знаем грубые показатели, мы поняли, да? Для стандартизованного показателя нам надо знать повозрастные показатели, поэтому мы вычисляли. Покороче, если мы делим это на это, будет стандартизованный показатель или вы можете списать… Посмотрим. Так, объясню формулу. Это говорит формула… Вы видите, да? Это говорит формула суммирования клетки от F6. Нажмите, пожалуйста, на строку формулы, и там они должны высветиться в их цифре. Да. Мне… Высветиться в те колонки цифр, которые отберутся в рот. Нет, в строке формулы. В строке формулы просто кликните, и там будут те колонки цифр, которые… Да, я уже показываю, да. Я уже показываю, да, это… Понятно, да? Понятно. Следующий, давай. Простите. Вот это вот следующий. Давайте вот этот стандартизованный. Тазер, да? Тазер – это… То же самое, но… Так, усеченная. Просто. Ума, ума. Ладно, да? Люди хотят дальше пойти. Для кумулятивного показателя нам… Сначала нам для риска надо вычислять показатель. Для этого нам нужно знать ширину возрастного группа. Может быть, я не объяснила, хорошо, вы забыли, что мы не говорим об этом. Лете – это когда мы вычисляем население. По возрастной, это будет ваша лекция. Это ширина возрастной групп. В большинстве мы случаем делаем… У нас 5, да, ширина. Но иногда некоторые страны используют 3, 5, 8. Но это не очень странно. 1, да? И если у вас будут другие, это неважно, но вы будете это умножать. Очень просто. Кумулятивный показатель – это сумма возрастного показателя на… Сумма произведений возрастного показателя на ширину… Да, формула здесь, да, сумма того возрастного, где мы хотим. Здесь у нас до 64, да? Вы можете калькулировать до 74, тоже вычисляют. На 100 тысяч в формуле, да, и на 100. Сумму… Эту сумму мы делим на… 100 тысяч выражаем в процентах. Это очень просто понять. И потом уже математика, формула, когда я уже дала «да», от показателя мы используем формулу, как мы ее используем в алгебре. Это уже одна формула. И вы сможете… Вы будете иметь этот шит, и вы можете это использовать. Если вы поняли, как я использую. И там много интересных программ, упражнений в листе «Би», как я сказала. А сколько показателей у вас случилось? – 2,95. – 2,95. – 2,95. – 2,95. Есть экспонент этого. И мы выражаем… Мы выражаем… Мы выражаем… Последний слайд вашего лекции тоже будет. Видите, один экспонент, и это B27, это у нас уже кумулятивный показатель здесь. И как я сказала, когда кумулятивный показатель меньше 10… Кумулятивный показатель? Теперь у нас показатель здесь, покажи, люди спросили. Ладно, да? Теперь риск. Формула у нас. B27 – это уже кумулятивный показатель. Это формула у нас, это математическая. Я не знаю, кто открыли эту математику. Это чисто алгебра, но математика. Если вы поняли, как вычислять кумулятивный показатель, очень просто в этой таблице, вы только используете формулу, это будет в вашем лекции, вы видите там форму, и только используете формулу на вручную даже. Потому что это окончательное вычисление, вы можете это делать. Это только простая одна формула. Это только практика, да? Не унивайте, если вы не поняли, если вы даже поняли 15% сегодняшней лекции и практики, и это уже окно для знания. Вы уже понимаете, там такие показатели, у них такие основные положения, где и как. И вы, если это используете в ваших отчетах, где-то в ваших конференциях, это будет очень здорово звучит, когда вы знаете это и используете это. Добро пожаловать в ваших отчетах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.